Сегодня делаю сиденье мотоцикла. Сиденье состоит из двух частей. Вот это сидушечка, на которой будут сидеть, а это больше декоративная часть, потому что, как мне объяснили мои заказчики, она будет стоять под 90 градусов, примерно под 90 градусов относительно нижней части. Значит, какие у нас основные требования? Значит, сиденье ребята сами подготовили. Металлическая основа, прокатный лист, значит, моя часть это то, чтобы я сделал чехольчик на нее. Само собой, здесь ничего не надо больше делать. Значит, середина будет черная алькантара, нарубленная ромбиками. Ромбик будет мелкий. Здесь будет черная эко-кожа. Эко-кожа Дакота 2101. Нитка, по-моему, будет черная. Уточню потом, сейчас не помню. Так, ну и в общем, в общем, все. Ну, какие-то нюансы, вот это я уже отработаю, вот эти повороты, углы поворотов, чтобы вот здесь вот не было складочек. Вот этот угол отработаю, чтобы тоже не было складочек. И вот эта задняя часть меня еще интересует, потому что здесь вот достаточно острый угол. Здесь, скорее всего, придется класть тоже кусок материала, для того, чтобы сформировать вот эту часть. Иначе придется сюда много загибать, и вот здесь все будет в складках. А чтобы избежать складок, надо сюда вшивать вот такой кусок. Скорее всего, я приду к этому решению. Ну и плюс, вот эта линия должна совпадать вот с этой. Так, и вот здесь будет шов. Для чего шов? Если здесь не будет шва, очень сложно будет, как вам сказать, нет, не сложно будет, а просто вот в этом месте соберется огромное количество складок. А так, это и складки, они компенсируются в этот шов. То есть уйдет, короче, материал найдет слабое место, а слабым местом будет шов для складки. Вот эти углы поворота надо тоже проработать правильно. Ну, это я уже говорил, да. И вот здесь вот лицо, лицо немножечко видно, поэтому вот эта часть, она должна быть красиво даже вот с этой стороны подвернута, чтобы, потому что ее где-то вот до середины будет видно. Такова форма мотоцикла, соответственно, сидения. Все, приступаем к работе. Редактор субтитров А.Семкин Вот такие у меня получаются лекалы. Значит, передняя часть у меня, значит, по перепаду высот, как всегда, мордочка, но я ее заузил, если видите, потому что поролон вот здесь все равно сожмется. Вот, заднюю часть я буду подгибать, это пройдет. Здесь достаточно большой радиус. Здесь шов, как я говорил. Значит, а задним я чуть-чуть, значит, схитрил. Так, я планировал сзади вот здесь подворота делать, но так как здесь очень острый угол, я решил сделать сзади вот такую штуку, только она будет у меня вот так еще обрезана. Вот, то есть, и пустить вот здесь вот шов, что компенсирует вот в этом месте складки. Ну, она будет приклеена, само собой. Вот, ну и, соответственно, вот такой крой. Вот здесь вот радиус поворота я сделал таким, чтобы вот здесь вот не было складок в этом месте. Вот, ну и вот это вот дно. Я сначала хотел из двух швов, вот здесь шов посередине пустить в этом месте, но потом передумал, потому что все равно это, во-первых, не будет видно. Вот, это будет примерно вот так стоять. Вот, и... Я, как видите, стрелочку нарисовал, это в этом месте у меня будет тянуться материал, поэтому он вполне растянется, когда я его вот так буду прижимать и приклеивать, он растянется. Ну, возможно, здесь что-то будет имитировать складочки, но это не актуально. Ребята мне сказали, что здесь ничего. Да, и вот это вот место меня просили сделать красивым, более-менее тоже я вот сейчас над этим местом еще немножко подумаю. Может быть, шов пустить, а может быть, просто когда буду складку делать, как-то поаккуратнее буду делать, чтобы вот она до середины должна красиво выглядеть, то есть в этом месте не должно быть ничего. То есть не спрячется, а вот в этом месте должно быть красиво. Все, режем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова Вон 9 часов работы Электричества как не было так и нет Работаю с помощью вон того генератора Бегаю включаю выключаю Поэтому 9 часов Так бы получилось где то часов за 7 Значит, алькантара посередине, по бокам эко-кожа 2101 Дакота, нитка серебро. Ну, алькантара, в общем-то, не совсем подходящий материал для сидений. Ну, заказчики, если просят, любые капризы исполняем. Значит, цена вопроса 5500 вместе с материалом. Почему 5500? Конечно, было бы чуть дороже, если бы я покупал бы алькантару. Мне бы пришлось покупать хотя бы полметра, а полметра это в районе 2500, там, плюс-минус, в зависимости от сорта алькантары. Вот, значит, так она им обошлась бесплатно, потому что это отходы черника алькантара. Значит, вот компенсационный шов. Значит, его, в принципе, можно было и не делать. Я вот сейчас посмотрел, в принципе, можно было не делать. Но он, в данном случае, лишним не является. Он, значит, вот в этом месте убрал складки. Ну, возможно, бы их и не было. Но это, знаете как, история не знает со слагательных наклонений. Поэтому хрен его знает. Не было бы, был, есть шов, нету складок. Может быть, если бы его не было, были бы складки переделывать. Сами понимаете, не очень хочется. Но если вы вдруг так сделали, и у вас появилась какая-то складка, вот, допустим, в этом месте, можно как выйти из ситуации. Можно пустить прям по наружу, по черной алькантаре, черной ниткой шов, вот, по перепадам высот, например. И он тоже у вас в какой-то степени на себя возьмет часть складок. То есть складки вот отсюда, из этих частей, уйдут в середину шва. Вот, такие дела. Значит, все, больше мне вам сказать нечего. Звоню клиенту, он ждет. Все, спасибо за просмотр. До свидания. Подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok